Учиться работать и жить, а не выживать. Украинская молодежь массово покидает страну. Уровень миграции приближается к критической отметке. Кто останется через 20 лет? Подсчитала Любовь Кукла. Массовая миграция. Очень грустно то, что реально половина, больше половины, 70%, 80%, я не знаю точно цифру, не могу сказать, включая меня. Все практически работают за границей. Знакомьтесь, Ангелина Москаленко. По специальности девушка-математик, по призванию фотограф. Зарабатывать на жизнь решила именно искусством. Не могу, я не представляю свою жизнь в кабинете, сидя за формулами, вот так, в этих четырех квадратных метрах. Мне хотелось чего-то другого. Мне хотелось создавать, творить. Да, создавать, творить, но не здесь, а за границей. Ведь там и условия лучше, и возможностей больше. Сразу после университета Ангелина уехала в Европу. Всего сотни евро в кармане. Сразу, буквально через 2-3 недели, возможно, это моя частная история, это мое везение, но через 2-3 недели после того, как я приехала во Францию, я сразу стала зарабатывать деньги. То есть людям понравилось то, что я делаю. Они сказали, да, класс, мы хотим это. И меня это очень шокировало. Шокировало? Еще бы. Ведь у нас в Украине, будь ты талантлив, и семи пядей во лбу, по большому счету, не нужен никому. Молодые кадры в Украине не ценят. Да и вообще зарплаты низкие, цены высокие. Поэтому люди уезжают. Кто работает, а кто учится. Понад 70 тысяч украинских граждан, которые учатся в закордонных университетах. За границу едут все. И рабочие, и айтишники, и врачи. Словом, именно те, кого так не хватает в Украине. А что делать? Ведь у нас вечный кризис. То политический, то экономический. Если в столице условия еще более-менее терпимые, то в глубинке дела намного хуже. Ивано-Франковск. Автовокзал. Ежедневно в Польшу отсюда отправляются десятки автобусов. Это напоминает конвейер. В поисках лучшей жизни местные жители массово выезжают. Среди них сестры Любовь и Галина. Так стараемся постоянно поехать на три месяца, чтобы заработать. Чтобы было на проживание. Потому что пенсии еще нет, что не сейчас будет. Важно. Хоть у меня такие сиры в кишине. Женщины собирают в Польше малину. Говорят, работа хоть и тяжелая, но платят прилично. 700 долларов, 600. Меньше нет, если урожай. Нормально полив на малину. А это почти 20 тысяч гривен в месяц. В Украине такие деньги, говорят сестры, им не заработать. Да и вообще из их села в поисках работы уехали почти все. Остались разве что пьяницы да инвалиды. Уезжают целыми семьями. Главные направления все те же Польша, Чехия и Россия. В этот месяц начали ездить, чтобы улучшить становищу в семье. Как прожить, а то трудно, вы сами знаете. И доля нас заставляет. Только в Польше уже более миллиона украинцев. Хотя точно оценить масштабы трудовой миграции невозможно, ведь многие уезжают нелегально. Из-за тотальной бедности и коррупции гражданинам другой страны мечтают стать едва ли не большинство украинцев. Любовь кукла Жанна Дучаки, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер.